Всем добрый вечер, попытка номер два записать видео, потому что что-то памяти не хватает на заднем фоне, вы можете периодически слышать или голос ВВ или плач Ани, потому что у Ани сегодня какой-то мега критический день, она плачет и не слазит с моих рук, но это вопрос зубов, наверное, их уже так много, я не знаю, когда они все вылезут, у людей в год по два, по три, у нас полная челюсть. Итак, как и обещала, быстренько разъясню гуманитарку, кому она вот тут сидит по поводу того, что мы получаем. Итак, почему мы можем получить гуманитарную помощь и справедливо ли это, потому что многие считают, что нет. Итак, мы имеем маленького ребенка до года, завтра год, если что, уже поэтому многие фонды финансируют как раз поддержку таких семей. Второе, мы находимся в городе Харькове, который до сих пор является местом боевых действий, поэтому люди, которые здесь проживают, могут получать какие-то льготы. И третье, это семьи, которые потеряли доход после 22 года, их очень много, понятно, я ушла в декрет, муж потерял работу, он-то сейчас нашел работать, но сам факт, доход уменьшился. Поэтому вот эти критерии позволяют возможность подавать, но гарантировать то, что вам предоставят эту помощь, никто не может. Например, где-то только процентов 20 всех заявок из тех, которые подавала, обрабатываются и процентов 10 только гуманитарной помощи предоставляется. Если кому-то кажется, кто-то написал, вы единственный блогер в Харькове, который так массово получает гуманитарную помощь, я просто это показываю, показываю, что предоставляют войну. Если человек не показывает, это не значит, что он не получает. Я уже это объясняла, еще раз говорю, в моем окружении, в дальнем, то есть это не близкие, не родственники, нет человека, который реально отказался от гуманитарной. Я знаю очень обеспеченных людей, которые даже за обедами, за едой ходили и ели, то есть нет ничего зазорного, с одной стороны, потому что никто не виноват в том, что происходит. У многих, у большинства упали доходы, резко изменилась жизнь, поэтому хоть как бы компенсировать, люди обращаются за помощью. Другой вопрос, я согласна с тем, что эта помощь не всегда доходит до адресатов, и тут несколько проблем. Первая проблема это в том, что сами люди не всегда знают, куда подавать, или нехтуют, я кажусь украинскую мову, можливостью подавать заявки. То есть вы имеете возможность подать, но вы или не знаете, или думаете, что вам не предоставят, или вам лень подавать заявки, потому что любая заявка, она подается в принципе через интернет онлайн. Очень много фондов, вот буквально вчера я заполняла заявку, требуют очень много информации с фотографиями, со сканами, с заполнением реквизитов. Понятно, что это не все смогут сделать. И вторая проблема, ну не у всех, даже у людей пожилого возраста есть гаджеты, интернет и так далее. И проблема в том, что гуманитаркой, опять озвучу, торгуют, торгуют не на высших чинах, я говорю о людях, которые получают. Один вопрос, я получила гуманитарку, и другая мама получила гуманитарку, да, и можно как-то обменяться, найти кому она нужна, кому не нужна. Буквально сегодня, вот сегодня видела в чате в мамском, как продавали гуманитарку, которую, вот если помните, я показывала, предназначена для деток на 12 месяцев, а фактически размер на 3 месяца. Вот продавали ее, комбинезоны продают 100-200 гривен, это просто я не первый раз вижу, термокомплекты по 100 гривен. Если в каком-то другом регионе, например, люди не знают какое-то качество, что это и так далее, понятно, не купят. Но, что мне не понравилось, что указывали, продам комбинезон на 12 месяцев, и фото было 12 месяцев. Ну, какие это 12 месяцев? Если кто не видел видео, посмотрите предыдущее. Так, Анна Викторовна что-то уже кричит. Поэтому не завидуйте, и вот другой вопрос, на каком основании вы вообще получаете? Да на всех основаниях, что и другие. Поверьте, есть возможности, получаем. Нам завтра годик. Завтра мы не празднуем, поскольку ВВ завтра работает. К сожалению, он работает на ночную, уходит в 5 дня, и буквально 14 или 15 часов пашек. Об этом сниму видео, вот поснимаю вакансии, поснимаю, боже, дай время и сил. Поснимаю оплату труда, что просто с людей простых, смертных издеваются, как говорится. Зарплата все ниже, ниже, требования все выше, выше, гравик все больше, больше. Так вот, мы с ВВ разделились на два лагеря. Он, вот я, кстати, уже шарики дую тут, пытаюсь. Ну, что-то, наверное, вот этот шарик хорошо надулся и заказала шарики. Так вот, ВВ говорит, что я дуреха, что малышке вообще не нужно день рождения, что она ничего не вспомнит, что ей достаточно. И бабушка моя, моя мама придерживается такого же мнения. Мне же хочется отметить годик, хочется посидеть, шарики. Я надула конкурсы, вроде бы придумала, дай бог это все успеть. Должны, как бы, и крестная приедет с другого города, и крестный придет, и друзья. То есть компания должна собраться, а тьфу-тьфу-тьфу, неплохая. Дай бог ничего не произойдет, потому что в Харькове последнее время громковато. Громковато, позавчера была громковато. У нас ночевала бабушка, плюс в том, что она не слышит, она сидела с малой, как бахнет. Она даже не поняла, что и не вышло. Но потом мы сидели в коридоре, бабушка мне сказала, тебе надо уезжать из Харькова. Я говорю, куда интересно, ну, что я реагирую на взрывы. Так вот, как вы считаете, нужно ли праздновать годик или не нужно, это кто из нас в ВВ прав? Я считаю, в принципе, здесь нету правых или виноватых. Все зависит от характера. В принципе, я люблю посидеть, я люблю компанию. Плюс я в декрете уже, как говорится, мне хочется хоть пообщаться с людьми, хоть с кем-то, ВВ на работе, он это людей видит, у него есть смена обстановки. Ну и плюс он не любит шумные компании, то есть ему посидеть дома со мной и с Аней, это лучший вариант. Мы редко празднуем его дни рождения, практически не празднуем, он не любитель. С одной стороны, я согласна, что сейчас не такая возможность, чтобы устраивать эти дни рождения. С другой стороны, жизнь такова, что, блин, ну есть такая возможность, давайте встретимся, посидим. Пусть не такой шикарный стол будет, пусть, но будет, дай бог, дай бог, хоть что-то будет. Потому что меня мама ругает за это. С одной стороны, я согласна, я озвучиваю раньше времени и получается по итогу не факт, что всегда получается хорошо. Сегодня 14-е число. В прошлом году, в час ночи 15-го, даже, наверное, уже вечером 14-го, у меня начинались схватки. Ну и промучилась я. Я помню, как мне все писали, что время пролетит быстро, год пройдет быстро. Тогда это не верилось, думал, что ты сдохнешь, вот реально сдохнешь. Особенно с первые 3-4 месяца, когда она орала безумолку. Тут мне по интернету многие диагнозы ставили. Ну я так понимаю, у кого колики есть, у кого коликов нет. Ну ладно, об этом вспомним, вспомним чуть позже. А мы пошли Аню купать, укладывать и потихонечку готовиться к поздравлениям. Опять Витя предлагала купить подарок, говорю, давай поздравим, купим подарок, шариками на год, завтра сам сами. Он говорит, ну что ты заморачиваешься, ребенку главное любовь, внимание, ласка, забота. Она вообще не вспомнит, что ты ей завтра преподнесешь и как. Вот так, Кнопа, иди. Кнопа у нас все хуже и хуже, но малышка держится. Все, всем хорошего вечера, до свидания, пишите, пишите комментарии, и завтра ждем ваши поздравления. Вот так, надеемся, ночь будет тихой. Субтитры сделал DimaTorzok